То, что происходит с расследованием, вызывает искреннее недоумение, а именно отказ шведской стороны от ответа по существу на очередной запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу о повреждении запроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Стокгольм объясняет свою позицию тем, что удовлетворение российского запроса, якобы, теперь прямая цитата, представляло бы угрозу безопасности Швеции. Вот это же удивительно. Скажите, пожалуйста, коллеги в Стокгольме, подрыв трубопроводов с газом представляет угрозу Швеции? Если да, то хотелось бы каким-то образом провести расследование на международных правовых основах. Утаивание установленных фактов неопровержимо свидетельствует об очевидном. Шведские власти что-то скрывают. То, что происходит с расследованием, вызывает искреннее недоумение, а именно отказ шведской стороны от ответа по существу на очередной запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу о повреждении запроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Стокгольм объясняет свою позицию тем, что удовлетворение российского запроса якобы, теперь прямая цитата, представляло бы угрозу безопасности Швеции. Вот это же удивительно. Скажите, пожалуйста, коллеги в Стокгольме, подрыв трубопроводов с газом представляет угрозу Швеции? Если да, то хотелось бы каким-то образом провести расследование.